друзья всем привет начались пасмурные дождливые серые холодные дни растения мои уже стоят наверное дней пять как на полках и вот видео приходится снимать при открытом окне дубак невозможный ну просто знаете вот так лучше видно естественный цвет растений я не знаю что я буду делать зимой как я вам буду показывать растения уже привыкла к уличной съемки но такой полууличный из окна но придется довольствоваться таким уже потом освещением от лампочки эльгича вот сегодня делаю обзор нового привоза несколько видов новых несколько уже были в коллекции и вообще я несколько привозила видов до этого просто их многие просят и поэтому вот решила повториться ну давайте приступим так докуда же долезть сначала ну давайте вот до самой дальней это агава королева виктории так сейчас будем ловить фокус 300 лет ну вот вроде поймали агава королева виктории мощные шипы на кончиках листьев такой узор будто знаете кто-то кисточкой и и изрисовал и под узорами такие вмятинки то есть это не просто белые какие-то черточки а именно вмятины в листе ну растением наверное лет по пять агавы очень медленно растут кожаные листья мощные плотные как известно агава цветет раз в жизни и после цветения погибает но я вас уверяю цветение вы не дождетесь в комнатных условиях поэтому она будет вас радовать долгие 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 годы вот второй экземпляр фокус фокус вот он фокус ну классные очень красивые растения очень грациозные листики так у них интересно отделяются вот в кучке растут прям как будто их друг другу прилепили потом лист отделяется и уходит в сторону растение конечно уникальные вообще вот смотрю прям красота неописуемые горшок здесь наверное сантиметров 8 может быть может быть 9 ну и розетка соответственно сантиметров 9 10 по раскиду листьев но растение достаточно взрослые вот эти уже не малыши это хавортия лимефолия spider white это гибрид обычной лимефолия но достаточно такой изящный гибрид обалденный у меня было я привозила до этого наверно три таких не помню уже по моему три одну оставляла себе но у меня ее отжала дочка прям в горшочке вот в таком круглом утащила с собой на учебу и каждый день высылает мне ее мама посмотри на мою красавицу ну реально красавица правда такая вообще изящная вот эти у нее рубчики шершавые прям невероятное их приехало две я вчера сажала приехали некоторые растения без корней потому что ой без корней без горшков потому что слишком много места занимали горшки и как мне написали они не влезли в коробку поэтому пришлось освободить некоторые от горшков вот 2 и вот я вчера их сажала несколько штук штук 7 наверное растений сажала вчера уже вечером красивая сейчас я вам покажу обычную лимефолию вот прародителя вот этой лимефолии вот хаворти лимефолия ну вот это лимефолия она тоже гибридная а вообще у настоящей лимефолии у нее листики знаете как она как бы по спирали идет вот здесь видно что полу спираль вот на этом растении то есть вот один потом другой чуть-чуть в сторону отходит потом следующий у настоящей лимефолии еще и вот так вот по спирали по спирали они у нее так растут у этой же как-то вот наполовину но все равно такое очень интересное растение такие листья на погляд кожаные блестящие тоже вот как крокодильчик такой детей вот у нее куча вот это моя хаворти я детки продаются может быть и мамку кто-то хочет купить и я себе детку оставлю но spider white это вообще это прям уникальные растение они смотрятся конечно изумительно шикарная прям розетка как как лотос замечательно это красула беркли или бакли как правильно произносится не знаю свои не стала приносить потому что сейчас очень проблематично мне достать мои растения с полок вот я посмотрела все вот эти виды у меня на полке к самому стеклу чтобы до них добраться нужно снять всю полку но это во первых очень долго во вторых очень ну опасно для растений потому что одно неверное движение листик зацепился побег отскочил в общем не стала я этого делать вот красула такая но в принципе моя такая же только чуть потемнее потому что она у меня находилась на улице и цвет листьев у нее не зеленый с часа коричневый ну под лампами я думаю тоже она будет не ярко зеленая какой-то вот ну приблизительно такого вот оттенка как же ее вам приблизить чтобы показать структуру листьев наверно никак вот поймала листьев точечку макушечка такая у нее прикольное растение вообще вот чем больше сталкиваешься стук с суккулентами с новыми видами тем все больше и больше удивляешься как вообще природа может такое создать но это необычное что-то это что-то вот прям как неестественное в пазухах листьев у нее вот пробиваются побеги я не видела вот такую красула во взрослом виде но я думаю она будет очень интересная когда вот эти столбики со всех сторон у нее будут расти удивительное растение похоже на эту красула только структура листьев другая и листья у нее бархатные мягкие вот у этой гладкие беркли а вот у этой красула децептор листики в микро микро опушение тактильные ощущения незабываемые до такой степени она мягкая до такой степени она нежная что просто вот диву даешься ну как вот вообще такое возможно разве это растение такие классные вот из этого горшка две в наличии вот два побега в наличии два продано нет три продано одно в наличии так что наличие одно так дальше по красу вам еще одна удивительная красула красула карнута то же самое микро опушение но листики такие острые треугольные растет она как вы видите разрастается кустиком смотрится тоже очень замечательно вот мне вообще нравится все растения в белых горшках не знаю почему ну вот смотрите этом прям сливается но все равно особенно такие светлые экземпляры вот как лимефолия она смотрится в белых горшках горшок еще не протерт но не успела я вчера вот если допустим сейчас агаву вот эту посадить в белый горшок она уже по-другому будет смотреться и вообще мне нравится вид крупных растений именно в круглых горшках но я к сожалению не могу себе круглые позволить потому что экономия места на полках так что у нас дальше дальше у нас идет крестовник сенецус капосос в прошлый раз было таких пять штук я себе оставляла один уже показывала вам видео что я его отсадила что это мой 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 я радовалась на него и потом в итоге когда начала собирать посылки оказалось что я и свой продала я так переживал этому блин ну написать девушки вот кто последний купил на вроде как в порядке очереди до написать девушки но тоже неудобно как-то ну пришлось с ним расстаться но теперь точно не продам уже свой забыла я вчера его кстати пересадите забыла пересадить еще одну лошадку сейчас покажу чуть попозже и и принесла всего по моему 7 горшков но и просчиталась сегодня до сажаю сенецус капосус классный он растет он похож я показывал как-то вам видео что он похож на дудлею вот у дудлеи налет просто налет как у лау на листиках а здесь как они покрыты войлоком то есть вот это войлочная пленка но вот при пересылке она чуть-чуть порвалась эта пленка но не критично потому что нижние листья все равно отмирают со временем вот молодые все целенькие все хорошенькие вот такие крестовники есть наверное четыре штуки в наличии один мой пятый так это колонхоя ромбопилоза тоже удивительный вид колонхоя листики беленькие со временем чем больше солнца чем больше освещение тем больше крапинок на листиках и в крапинках даже бывает ствол то есть ствол со временем тоже становится в мелкую в мелкую крапинку как на листьях ну до своего я дотяну сейчас посмотрела он прям вот тут рядышком стоит ну про свой я вам рассказывала что он у меня растет в этом горшке и он практически у меня не растет я подозреваю что просто одно растение мешает жить другому вот несовместимость у них но все равно он смотрите какой классный какой он яркий и вот как я говорила стволик у него тоже в конопушку смотрите стволик у него прям весь в конопушечку вот это колонхоя ромбопилоза а ну красота же мимишной такой маленький и такой классный кирпич там катается так ну вот еще новобранцев покажу но тоже достаточно хорошие растения ровненькие хорошие это хавортия альба или зебра гибрид фасциаты очень удачный гибрид всегда вот такой белый листья эти выпуклые будто прям какие-то снежные шапки на них замечательное растение очень нарядное и кстати очень очень неприхотливые вообще вот этих а ворти и лимефолии фасциаты атенуаты они очень неприхотливые то есть они не боятся что вы их там зальете перельете они очень быстро восстанавливаются и практически никогда не сбрасывают корни то есть у них очень развитая корневая система даже если там несколько корешков у них подгнила то остальные корни они продолжают растения держать в тонусе и там какие-то ошибки в уходе они не сказываются на виде растения вот что не скажешь о сортовых хавортиях тех же купери трункатах маугане пикт и прочих вот для сравнения в белом горшке каком лучше смотрится до белый горшочек но не в белом больше нравится и сейчас покажу так он туда и якобы не сломать их и вот в коричневом в коричневом тоже неплохо но в белом по моему понарядней вот это корпускулярия лермана вот такая красоточка пузатик такой тоже интересное очень растение пухлые мелкие листики друг дружки чем меньше полив тем вот эти листики будут плотнее друг другу но стволики все равно будут видны и и со временем они краснеют ну вот здесь уже прям видно красненький тоже такие мимишные растения замечательные вообще здорово собрать коллекцию вот таких именно мелких растений с удивительными листьями вот еще один такой же красавчик это титанопсис ну титанопсис и наверное многих есть тоже замечательные растения вот сейчас они ехали чуть-чуть позеленели час им дать света листики эти будут торчать как ушки у зайчика торчком они поднимутся они станут сразу плотными и вот эта структура листьев вот которая похож на лягушачью кожу вот эти шишечки они потемнеют он станет вообще изумительный просто глаз не оторвать очень интересное растение он цветет получается такой кустик со временем вот одно растение но разрастается и превращается там ну через год там через полтора года но и больше больше чем больше возраст тем больше куртина будет растет это растение на одном стволе то есть вот куст отделить очень проблематично то есть вот допустим если двухголовый куст вот тут уже кстати по моему вторая голова вот на этом лезет если куст двухголовый даже вот если головы в разные стороны смотрят но они на одном корне его разделить будет очень проблематично растение будет очень долго болеть и в 50 процентов случаях такие растения не принимаются поэтому тут нужно устраивать танцы с бубном но вообще вот размножается он в основном семенами то есть 7 семена и вырастают растения деленка куста очень проблематично но здесь вот это конечно сеянцы три штучки в горшочке адромискус кафе бин шершавые листики под вид адромискуса марианна хирай гибридное растение ну замечательные такие листики шершавые смотрите выпуклые замечательный свой не стала приносить кстати я свой засушила потому что на улице у меня содержался вообще адромискус и холодов боятся то есть вот в холодное время их обязательно нужно держать в тепле мои же там бедные зубами стучали это второй вот экземпляр на улице и я так как я их не поливала боясь застудить корневую систему чтобы растение погибло они меня вообще сдулись вот сейчас я их опять раздуваю отпаиваю под лампами но я думаю восстановится но процесс будет не быстрых и где-то наверное только за месяц они наберут тургор это я про свои рассказываю эти все все с ними в порядке вот такие классные это адромискус ауберджин приехал один ну то есть недовоз не был некоторых растений заказывала по нескольку штук приехали вот кто по два кто по одному вот он приехал один тоже классники смотрите какой милый такой кустик прям достаточно хороший горшок пятерка здесь уже прям сантиметров 6 куст много голов здесь но я не знаю можно их поделить или нет вообще адромискус они конечно растут на одном корне но в принципе если корень развитый то можно отрезать но продаваться будет горшком вот он один единственный красула пирамидалис красотка прям красотка прям красотка тут что у нее воздушные корешки а нет это просто листик содран вообще прям изумительно смотрите какой куст жирный компактный прям замечательный свою пирамидалис тоже не принесла моя пирамидалис меньше по объему вот побегов но жирней потому что она у меня стояла без полива летом под палящим солнцем и у нее прям такие уже компактные макушки но мне даже похоже на храм буды чем-то кстати в следующем наверное заказе будет храм буды пирамидалис тоже замечательные очень интересные смотрите у нее листики как расположены и даже вот свет через них проглядывает вот крайне левый смотрите здорово вот чуть не уехал от этих растений там они слились это хаворти рейнварда замечательная хаворти растет косичкой листья со временем уплотняются становится крупней растение растет таким столбиком и со временем вот здесь у нее полезут детки будет несколько столбиков из косичек вообще изумительное растение мне так нравится вот эти хаворти именно вот рейнварда кстати у меня есть рейнварда но она другая моя уже прям такая взрослая уже ей уже сто лет в обед но она другой формы просто я вам покажу как будет расти вот это растение вот моя рейнварда тоже косичкой у нее немножечко другой лист просто вот тут поплотнее я тут кстати тоже себе оставлю вот а это вот так растет и вот эти дети вырастают по всей по всей окружности мамки но здесь присоседилась фасциата это не рейнварда вот видно что у рейнварда загнутые кончики листьев смотрите вот приглядеться видите они прям жаты в бутончик а обычная фасциата у нее но это не альба это просто фасциата полосатая что ли на называется вот и не знаю откуда она тут взялась у меня но это точно не ее детка а это растет вот такой косичкой растет не очень быстро то есть до гигантских размеров она вырастет не очень скоро косы эти не падают они все время держатся ровно стойко не вот все время она вот в таком виде вот этой моей наверное уже ну не знаю вот четыре наверное сажала я ее мы с детки может быть вот может быть вот вот где лист лежит детка вот из такой вот ну а у этой давайте вторую возьму их несколько штук а у этой листик плотнее и жемчужинки эти реже чем на моей ну классная вообще классная это синокрасула юнаньская замечательное растение удивительное растение такие ежики вот здесь еще ежики эти не очень заметны я сейчас покажу вам свои но я свои практически все продала его тоже из примерно из таких растений вот залито поменьше они конечно были залито выросло две головы сейчас покажу вам свое вот притащил потому что она стоит там рядом на полках беспроблемно было ее вынуть вот мои ежики смотрите они черные черного цвета листики у нее такие но не гладкие не пушеный даже не знаю как сказать но слегка слегка такая микро шершавость присутствует вот там дети еще мелкие в общем это две мои головы нравится на мне очень она не тянется при ярком освещении она темная кончики у нее красноватые смотрится красиво когда она разрастается в большой колобок она вообще обалденно смотрится вот такой черный черный большой ежик прикольное растение очень удивительное занимает мало места для меня большой плюс таких красов несколько опять покажу ее вот такая ну не успела я отвернуться она сиганула через все горшки 2 повалила слава богу ничего не помяла ничего не сломала ну как тебя назвать белка белка в наволе ушла окно то и сейчас не открывается так хотела показать вот эту красоту удивительную нет ты теперь будешь сидеть там пока я видео не сниму удивительная красота ну кто-то может быть не согласится но вообще растению изумительные для фокуса нет это телекадун бухгольца вот эта коряжка напоминающие кораллы замечательная я очень долго за ними охотилась наконец-то вот они появились классные мой толще свой я показывала несколько видео назад и показывала по моему еще другой когда пересаживала телекадон в общем мы вы можете посмотреть других видео если интересно ну а эти вот такие вот они уже начали просыпаться листики у них и они кстати очень интересно цветут вот эти палки цветут вы представляете цветочки тоже очень красивые вот 2 вот поймала обалденные обалденные осень зима эти растения находятся в активном росте где-то наверное с июня ну и практически все лето они спят они стагнируют их поливать не нужно во время спячки так немножечко смочить грунт чтобы корни до конца не пересыхали и все а так они спят а сейчас они пустились в активный рост и будут находиться в этом росте ну то у них сейчас увеличиваются побеги растут появляются листики мелкие вот и вот они так будут расти увеличиваться ровно где-то до середины мая до конца мая а потом засыпают листья эти у них засыхают ну как листопад вот на улице осыпаются листья сохнут и все и он впадает в спячку такие кораллы карлу клару крал кораллы клару карлу крала клар нет друзья ну и осталось у нас ой белочка какая-то у меня чудесная моя любимая белочка да ой ты моя красота осталось у нас несколько эхиверий это эхиверия зона страл пинг я заказывала эхиверию гилва гавоидес пришли вот эти но пришли значит пришли все равно они тоже симпатичные вот нижний ярус листьев у нее с возрастом розовеет вот от этого названия пинг так есть еще обычные зоны страл они такого голубовато белесоватого цвета тоже красивые очень интересные растения кстати не тянутся вот эти растения не тянутся совершенно это уже проверено если не будет им хватать цвета не просто раскинут листья розетка не станет такой компактной мусор в розетке вот чище стало розетка не станет такой компактной но тянуться не будет то есть стволик вы у этого растения не увидите вот этим конечно они хороши еще следующее растение эхиверия гавоидес таурус тоже очень уникальное растение всегда яркая при мощной досветке но вообще будет такого вишнево бордового цвета без проблесков даже желтизны и белизны зелени вот такая вот красивая розетка не принесла свою таурус потому что лезть далеко есть у меня таурус но размера моя может быть чуть побольше вот этой но покрасней потому что она у меня блудила на улице после того как укоренилась и сейчас она прям под лампой стоит прям под самыми лучами лампы хорошо себя чувствует ну красивые розетки вообще конечно красные эхиверии они разбавляют коллекцию даже если будет досветка не очень яркой то она не будет все равно у вас зеленая она будет какой-то буроватой но зеленая она не будет но свет нужен всем то есть вот если огавоидным не давать свет она раскидывает листья будет то есть листья будут вот эти опускаться вниз они будут загинаться вниз то есть от того что нет света листья будут удлиняться потому что растение будет искать и за счет увеличения длины листьев растение будет искать себе максимальный свет будет сам сам ствол у него не будет тянуться а листья будут удлиняться ну то есть форма будет уже не такая поэтому все равно суккулентом любым нужна досветка чтобы иметь в коллекции нормальное растение обязательно нужно досветка вот второе растение ну таких несколько все они идентичные не стала и все доставать сюда так и что у нас осталось и остались у нас друзья вот такие две большие розетки просто гигант мысли какой-то знаете я заказывала их верю орион но когда они пришли мне все-таки кажется что это фиона потому что вот в камеру как-то не очень хорошо видно а в живую у нее присутствует розовинка которая характерна для фиона но растение огромное прям такая розетища приятно ее в руки взять обалденная сытая откормленная сразу знаете смотрю на нее я вчера только когда разобрала посылку думаю что там за два блина лежат потому что завернута они были так по чудному то вот когда при пересылке растение заворачиваешь и загинаешь розетку ну сжимаешь розетку и чтобы не повредить допустим вот центр листьев там чтобы меньше повредить налет сжимаешь ее в розочку и потом уже скручиваешь бумага туалетной эти же розетки были просто завернуты в бумагу обычным способом вот по диагонали от одного листа до другого и все и вот на дне посылки лежали два таких блина думаю боже что это я вообще не въехал что это за растение начала разворачивать думаю неужели они целы до целы нормально все но опасные гастроли вот так конечно нельзя пересылать вот и сбилась я смысле она когда их начала разворачивать мне сразу прям пришел на ум фильм александра роу детская сказка варвара краса длинная коса иди сиди там сиди деловая будешь прыгать мне тут туда-сюда вот вот на чистом сливочном масле вот эта розетка по ходу выкормлена сейчас покажу вторую вторую я не пересадила потому что не принесла горшок для нее забыла просчиталась вот 2 но не знаю диаметр розетки наверное сантиметров 15 такая громила но красавица вот этот вид не тянется точно прям 150 процентов он не тянется под лампами будет ярче но я все-таки думаю что это фиона для орион у нее слишком розовые кончики на камеру не то в живую прямо на розоватая я думаю что это фиона все-таки потому что ориона фиона отличаются только окраской орион он более сиреневый а фиона уходит в малиновую сторону при яркой досветке напрям практически малиновая ставлю постараюсь вставить свою фотку фотку своей фионы которую мне пришлось продать потому что тоже не было места сейчас жалею до сих пор о своей фионе прям горючими слезами плачу но у меня такая красавица была но вот это намного крупней наверное розетка ну не знаю действительно может быть как-то вот их выращивают мои конечно они растут в сжатых условиях и у них тесные горшки поэтому рост у них замедлен ну а это по ходу росла в горшке раз ее вынули из земли значит там горшок был реально вот сантиметров 15 не меньше вот от этого конечно и вот эта масса этот объем поэтому кто хочет больших растений сажайте свои суккуленты в большие горшки но смотрите не не совсем большие прям вот маленькую детку вы прям сразу плюхните в горшок 10 сантиметров нет конечно горшок для суккулента вообще в идеале должен быть чуть больше самой розетки то есть если вот у этой розетки 15 сантиметров розетка то в идеале горшок должен быть сантиметров ну 20 штук по два сантиметра с каждого края был доступ но я вот посадила вчера по своему принципу мой принцип какой уменьшить полезное место на полках которые занимают горшки вот эту эхиверию я посадила в горшок на 9 сантиметров вот здесь девятка горшок эхиверия будет здесь прекрасно расти но она не будет увеличиваться в размере вот в этом то и разница все а так она себя здесь будет прекрасно чувствовать корням здесь место есть кстати корни у них вот корневая система этих розеток не очень большая корни все живые все здоровые все хорошие но корневая система не развитая это о чем говорит о том что растение поливалась постоянно поливалась чем меньше растение поливается тем корни у растения длинней потому что когда не хватает влаги корни начинают отращивать себе длину в поисках влаги в глубине горшка там по краям горшка и поэтому когда суккуленты содержатся в более засушливых условиях то у них корневая система более мощная смотрю друзья все ли я показала это вот земля эта белка сиганула и рассыпала будешь там сидеть сейчас закрою тебе буш там сидеть белочка поняла меня белочка белочка а поняла поняла белочка белочка как ты маму любишь расскажи всем белочка 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 нет белочка занята а любишь маму расскажи как ты маму любишь белочка расскажи как ты маму любишь белочка расскажи чтобы все знали как ты маму любишь. Расскажи, Белочка. Белочка. Белочки уши прижаты. Боится. Там люди, техника. И вот Белочке и хочется, и колется. Но вообще очень дикая кошка. Если ко мне кто приходит в гости, она будет сидеть все это время за батареей. Она не вылезет ни за что. Ни за что не вылезет. Да? Любимая моя. Моя любимая. Моя единственная Белка. Белочка. Ой, друзья, замерзла я. Ужасно. Ну все, вроде всех рассказала. Никого не забыла. Никого не обделила. Так. Это мои сенокрасолы. Это корпускулярия, адромискус, кофебин, это титанопсис, адромискус, колонхойером бапилоза, сенецус капоссус, красула пирамидалис, красула децептер, красула карнута, красула беркли, сенокрасула юнанская, хавортия альба зебра, хавортия рейнварда, хавортия лимифолия спайдер вайт, и агава королевы Виктории. Ну, вроде все. Вроде всех озвучила. Ну, и адромискус сауберджин. Все. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Всем желаю здоровья, добра. Всем здоровых, жирных, красивых растений. И погода в доме. Самая главная погода в доме. Даже если на улице погоды нет, то погода в доме все исправит. Все. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok